А жители Павлодара жалуются, что их заселили в непригодные для жизни многоэтажки. Квартиры им выдали временно, пока на месте их старых аварийных домов не построят новые. Вот только ждать людям придется без горячей воды, лифтов и с протекающей кровлей. Почему власти приняли у застройщика такие дома и когда устранят недоделки, расскажет Алия Алмухамбетова. Владимир Стародубцев инвалид второй группы. В своем старом доме, который уже снесли, он жил на первом этаже. В новом временном жилье о прогулках на свежем воздухе пришлось забыть. Лифт в доме пока только для красоты, а спускаться с девятого этажа тяжело. В балконе смотрю, как я говорю, подстаю, там подстаю, опять-таки, плохо на девятом этаже, не нравится. Кемат записал меня, говорит, временно потерпи, терплю теперь. Владимир Стародубцев, как его соседи, здесь просто квартиранты. Их временно переселили сюда, когда власти решили снести 25 аварийных двухэтажек, в которых они жили десятилетиями. Сейчас на том месте возводят четыре многоэтажных дома. После завершения строительства людям выдадут ключи уже от их новых квартир. Жители жалуются, что им обещали более комфортные условия. А тут крыша течет. Во дворе ямы, оставшиеся от уличной уборной, которой пользовались строители. Мы соселились 15 мая, обещали горячую воду, лифт сделают, до сих пор нету ничего. Туалет снесли, а ямы не засыпали ничем. Так она и осталась. Сейчас мусор туда бросается. Проблемы временного жилья достанутся уже другим новоселам. Местные власти о недоделках в социальном жилье знают и планируют подать в суд на генерального подрядчика. Мы продолжаем работу по поиску этого подрядчика, который сейчас фактически в местоположении его не определено. Те данные, которые были указаны в договоре на том месте, сейчас в офисах их нет. То есть подрядчик как бы скрывается. Причем скрывается не с пустыми руками. По данным отдела строительства, генеральный подрядчик получил свыше 320 миллионов тенге. Чиновники хотят принудить его отремонтировать кровлю и установить лифт. Говорят, что должны успеть до зимы. Жители злополучной новостройки их оптимизма не разделяют.